Водительский профессионализм очень важен, когда речь идет о подробностях на дорогах. Передаю слово Анне Полянских. Здравствуйте! 9 ДТП на территории Надымского района и 9 пострадавших. Печальная сводка октября. В одном из ДТП, близ Ямбурга, водитель автомобиля ОАЗ не справился с управлением и прокинулся в кювет. Вместе с ним 5 пассажиров, которые, к счастью, не пострадали. Водителю повезло меньше. Он был госпитализирован серьезными травмами. Как всегда, причина большинства происшествий – грубые нарушения правил дорожного движения, невнимательность и, что сейчас, в период межсезонья, особенно важно, несоответствие стиля вождения погодным условиям. Всего за прошедший месяц Госавтоинспекция выявила 2644 административных правонарушений. К ответственности за неуплату административного штрафа привлечено 75 человек. На штрафстоянку помещено 19 автомобилей. Административный арест получили 24 человека. Установлено 30 фактов нарушения ПДД несовершеннолетними пешеходами. Оформлено 40 ДТП с материальным ущербом. Задержано 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения. А вообще в 2016 году в Надымском районе на таких водителей было возбуждено уже 39 уголовных дел. Какие наказания предусматривает статья 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, расскажет наш специалист. Данная статья предусматривает привлечение к ответственности лиц, повторно привлеченных за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Санкция намного жестче, чем административная. То есть уже предусматривает уголовное наказание. Наказание достаточно суровое. Предусматривает как штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Либо в размере заработной платы осужденного на срок за период одного года до трех лет. На Дымском районе складывается практика привлечения данной категории лиц к ответственности в виде обязательных работ. То есть часы до 480 часов. Данная статья также предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Уважаемые водители, берегите себя и своих близких. Не допускайте управления транспортом в состоянии опьянения. Не забывайте учитывать дорожные и погодные условия. А главное, поменяйте летнюю резину, не превышайте скоростной режим и обязательно пристегивайте ремни безопасности. У меня все. Безопасных вам дорог.